здравствуйте уважаемые зрители подписчики канала мы продолжаем с вами проходить игрушечку тургор продолжаем завершать продолжаем завершать 2 главу и в предыдущей серии или нам поведала что только сестры способны на прорыв дело в том что по последним моментам мы должны будем выбрать ну или не должны а скорее можем это будет правильнее сказать мы можем вознести или помочь прорваться одной из сестер но она говорит что при этом как бы это ты не сможешь это сделать но на самом деле не совсем так я вам уже говорил что у нас с вами есть некоторые от черты и наши и черты братья поэтому сказать что мы совсем не сможем вознести не совсем правильно не совсем корректно мы используя свою сторону сестер тоже можем пройти вознесение и дело в том что в голосе цвета например можно либо поднять сестру либо подняться самому то есть здесь нет выборов но в оригинальной игре в оригинальном тургоре получилась такая штука что в принципе можно прийти к двум концов или точнее и самому вознестись и сестру вознести но об этом попозже то есть она не совсем права мы можем тоже подняться верхней верхний предел тоже стать тоже вырваться из промежутка скажем так так я сейчас интенсивно лазурь куращу прям прям по кропалям сейчас напитываем как раз чтобы за переход она выросла и наверное сколько получится столько мы ими и отдадим а может и нет может и мы с вами сделаем кое-что другое но мне в любом случае есть смысл прорастить лазурь так ну да потом на сирене будем доживать раз посмотрим что у нас выходит по времени куда дернуться нападаться и чтобы не запокоить новые теперь доступны выживательные запасы сердце опустел заповедник резко и сад завиток вообще стоило бы посадить сад даже не знаю следующий главе мы быстро забираем свой сад и на это наверное надо будет переноситься все таки пока еще ира и подождет вот так получается просто на 78 лазуре мы не откроем им и вообще я не вижу пока смысла идти к имя хорошо тогда мы пойдем в новые покои пойдем мы в новые покои а точнее мы с вами посмотрим сейчас на нового монстра скажем так другого монстра это монстр довольно необычный довольно любопытный сад у нас кстати какой завиток завиток в целом хороший сад не самый лучший но хороший 31 цикла еще мы успеем оттуда выйти еще и золото тренировать но в любом случае братья не успеют до нашего сада все хорошо значит так значит мы сейчас пойдем в ряску босса ряске зовут великан но это очень странное название потому что вы его сейчас увидите друзья и кое-что я вам еще там покажу я в том что великана он еще даже легче чем ячер и вот смотрите это такой же колодец как светляка только здесь у нас большая спиральная такая лестница и наверху летают ушаны дело в том что практически со всеми боссами можно удобно драться а вот это кстати да вот это и есть великан дело в том что он больше похож на самом деле на кшалота какого на кита так вот договорю мысль потом скажу все остальное цвет у нее неудобный серебро он выпрыгивает вот отсюда из этой ряски мы к сожалению не можем попасть туда воду потому что мы типа дух мы не никак не провалимся и вверху летает ушаны так вот почему его называют пеликаном дело в том что когда пеликан охотятся пеликан пикируют с воздуха и хватает рыбу в свой зев ну как бы подныривает хватает рыбу опять вылетают а этот же пеликан от мира воды понимаете то есть он наоборот он выпрыгивает из воды в воздух хватает ушана и убегает его пожирать уже обратно в ряску то есть поэтому он пеликан но на самом деле он выглядит как здоровый кит который просто в рандомных местах выпрыгивает и хватает птицу и дело в том что если бы она с вами была паутинка ее можно было бы накинуть на одного из ушанов и дождаться пока он его сожрет когда ушан взрывается типа у него внутри и он получает дома у нас же этой возможности сейчас пока что нет можно его просто бить можно оводом бить можно в тело его бить когда он выпрыгивает или когда вот так нос высовывает то есть главное его не касаться вот и все то есть бой с пеликаном абсолютно простейшая вещь то есть нас он не достает а мы ему накидываем на на пиху его им вот поэтому проблем с этим но нет вообще никаких босс элементарный единственное что на него на победу над ним на этом море цвета и я если честно не знаю хватит ли нам того что у нас есть или не хватит что вообще я бы ему может даже попробовал бы втащить он бы дал нам цвет она бы его хватило на новый сад это любопытный вариант но что еще важно у пеликанова здесь как вы уже поняли есть такая укродная пещера в которой можно прятаться от него то есть пещере вы стопроцентно в него но не врежетесь не попадете то есть он не не выпрыгнет под вами либо можно стоять на вот этой лестнице спиральной тоже у самого верха он там тоже никогда не выпрыгнет но чем примечательна эта пещера во первых в ней есть новое сердце во вторых здесь очень темно но если зажечь свечу это единственное место в игре где нужна свеча 20 цвета вот здесь есть секретка есть здесь рука такая которая держит сферическое яйцо или шар или что-то в общем такое и прикол в том что это отсылка к произведению говарда лавкрафта ох я забыл его название но где-то тут вам напишу так что вот такая пасхалка и это все для чего в игре пригодится свеча это единственное место в игре где свеча пригодится что ж мы в любом случае сюда шли за новым сердцем заберем паутина знак заряжает светом воздух создавая воздушного голема голем ищет живое существо лепится к нему и питается его соками если существо на котором паразитирует паутина будет съеден крупным зверем голем разорвется в брюхе хищника поражая его изнутри чем больше цвета вложено в голема тем сильнее он паразит хищника при разрыве паутинка накладывается на мелкого кстати и даже не показываю ну что попробовать вам показать ее паутину как она работает и да кстати жизни пеликана можно посмотреть только когда он выныривает видно что у него в основном уязвимость к сирене а у меня ее очень мало но можно пурпура дождаться или лазури вот эта паутинка она летит в какого-нибудь негодника и если его встретит то цепляется к нему то есть опутывает потом остается только ждать чтобы пеликан его сожрал но мои паутинки сейчас наверно не попадем ни в кого да это все-таки надо делать с более близких расстояний но я вам показал как это работает по крайней мере в общих чертах ждем цветов вообще не знаю стоит ли пробовать меня сейчас нет таких цветов и мне быть действительно это очень неплохо помогло бы если его просто буду мазать в общем желательно на них приходить с двумя с тремя а то есть четырьмя заполненными колбами разного цвета как и на братьев я сейчас янтарь идет например вот янтаря у нас тоже нет в основном он пурпур да а когда мне нужен пурпур и меня его соответственно нет можно бить и другими цветами это тоже наносит урон но гораздо существеннее вы урона нанесете конечно же в цикле цикле цвета вот лазурьки можно попробовать но мы скорее сегодня попадем в тайминг да потому что он сейчас уйдет я кстати наверно сразу сделаю овод как обычно пускай летает пока за нами то есть видите мы попадаем в его удобный цикл и сносит она ему хорошо довольно таки минус в том что я буду с трудом пробиваться через его второе сердце ну как бы через центральное потому что без поблажки но сейчас нет смысла держится вообще в круге нет нет каких-то ну как он сказать то есть можно примерно прикинуть что в круге около 8 вот этих пол куда приблизительно но на самом деле там рандомные цвета вытекают то есть там могут прийти те цвета которых вы даже не можете просчитать грубо говоря то есть вот казалось бы что там типа три фиолетовых где-то там какой-то один еще одно это не совсем так то есть на самом деле может прийти любое любая уязвимость скажем так он босс не очень сложно единственное только что может немножко быть долгим так что я пока наверное заткнусь и как-то это чуть-чуть подмонтирую чтобы вы не скучали и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 мы посмотрим истерика истерика отлично этот знак заряжает цветом воздух образуя вокруг создателя обжигающий обруч и затем расширяет его вовне сжигая окружающее пространство это огненная буря не обжигает самого создателя чем больше цвета вложено в знак тем дальше идет горящее кольцо и тем больше ущерб она наносит прям очень продуктивная серия сама по себе истерика не очень ценная на грубо говоря делает из вас бомбу замедленного действия вы начинаете грубо говоря истерить да вот так и создаете вокруг себя а и которая дамажит врага да как вы понимаете паутины у нас теперь нет да но потому что я загружался потому что босс такое цвет у нас очень мало вы вышла у меня на этот бой все и это при том что мне попался хороший рандом поэтому всегда приходите к рейдовому боссу вот к такому большому босса заполнив свои сердца его цветом то есть желательно разок нему зайти посмотреть с чем он там допустим у нас ящер пурпур то есть если я пойду на ящера я точно знаю что мне нужен пурпур в целом боссы не сложные но видите вот оказывается у пеликана есть ограничение по времени если он сожрет всех летунов то соответственно ему и делать здесь больше нечего будет он просто уйдет под воду поэтому убить его надо пока у вас не кончится ушаны вот такой момент друзья так ну хорошо раз пришли цвета и у нас с вами вообще пусто-пусто будем готовиться к новому саду будем готовиться к новому саду и что я хочу там сажать однозначно сирель однозначно всего по чуть-чуть но уклон в сирень потому что я точно помню что другим сестрам нужно будет сирень или мы можем за этот за этот сад открыть низы как в случае мы я не знаю я пока всего по чуть-чуть посажу что у нас есть с вами но то что мы с вами отживали два новых сердца и здесь прям отвратительная музыка и честно скажу что я на этой локации минут 50 наверное сидел с этим великаном доблестным вот поэтому босс не сложный но нужно нужно терпение с ним то есть вы как настоящий охотник должны вот по-хорошему встать вот под эту колонну и выжидать выжидать момента выжидать хорошего случая и вот мне этот случай пришел то есть мы не пришли два пурпура подряд и он высунул морду и мы ему сразу отгрызли просто все лицо поэтому как мы его победили так что далее что далее у нас с вами подходит концу вторая глава то сегодня серия будет насыщенный друзья подходит концу вторая глава мы познакомились с эхом и победили одного из боссов и в конце этой главы произойдут очень интересные события поэтому и хочу на самом деле цикл закончить на на чем-то хорошим следил то есть очень грамотно мы с вами все-таки дождемся конца конца этого круга конца этой главы поэтому я чуть-чуть наверно распределяю чтобы у нас все прорастало и будем мы готовиться к новому саду перенесем туда янтаря немножко возможно золото прорастить я не уверен на самом деле прибавка ты от золота хорошая но с другой стороны меня будут сестры которым нужно золото не так много но все-таки и деревья сейчас будут требовать очень много я даже не знаю пока на чем я сейчас наверно выживать придется на золото а нет мы будем выживать на пурпуре до пурпура одно дерево очень надо будет посмотреть по саду сколько там деревьев но по моему садик довольно большой довольно хороший завиток не помню без даже не помню 20 циклов у нас разряжена ловушка или нет тоже не помню но в любом случае мы ломим свой сад заберем там цвета растим цвет сажаем сад следующий вас переезжаем мы с вами уже дальше и у меня сейчас есть кстати проход я не дело в том что так как и но у нас закрыта мы даже можем двинуться через я не но и да по моему нас не пропустят назад то есть это будет все равно как бы тупиковая дорога тупиковая дорога и на самом деле мы прям прям шикарно с вами прорвались я прям не ожидал чтобы столько с вами сделаем давайте давайте тогда что но идем сад идем сад я не помню в каком состоянии ловушка честно по моему разряжена но нам нужен цвет и мы этот цвет оттуда заберем но или время пройдет и прорастимся насколько получится я в любом случае там будет много янтаря сердце опустел следи за собой нормально пока сердце опустел следи разряжена но за раз я это все не унесу поэтому мы все равно заряжаем ловушку и чуть-чуть вот ловушки лучше заряжать то есть если вы видите что вы не сможете набрать на что-то важное ты даешь слишком мало цвета ты даешь слишком мало цвета ты даешь на счет будет под жопой цвета 329 329 вырастет ли больше или нет 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 не помню я честно растут они либо еще но по моему нет по моему уже не прорастут тем не менее тем не менее друзья у нас с вами истерика и скорлупа пятьдесят и двадцать пять и пол бы по триста уже да нет поводу 200 то есть если и забирать цвет забирать его весь сразу сердца сразу растить и потом еще колбу наполнять да ясно я понял хорошо что мы заберем что мы переносим первым делом янтарь янтарь и сирень это стопроцентно так ты пока побудь или все-таки они прорастут по моему нет по моему все по моему это предел для этого сада так что собираем стопроцентно мы сажаем сиреньку стопроцентно мы сажаем лазурь нет все таки но я как-то постараюсь ориентировать сад на сестер второго тира биглянки на пока не не интересны они ничего не дают они только будут рассказывать прям глобально сейчас янтарь фигачим и глобально фигачим сиреньку чтобы нам было чем а будет нам чем садить дерево не хватит янтаря должно хватит найдем попрактикуемся посчитаем чего сколько то по моему в саду сердца нет бессердечный сад поэтому нет сейчас пока не могу определиться слишком много цвета на самом деле пеликан дал нам не настолько уж и много насколько я бы хотел то есть я как-то ожидал что нам колбы придут от пеликан потому что обычно эти боссы содержим себе но приличный цвет прям я бы даже сказал прям прилично прилично вот он конечно нам дал цвет но как на карту скромно я больше ожидал черту растим янтарь кормим и рэ во первых сад сажаем во вторых кормим рэ сколько я заберу столько я заберу у нас три куста янтаря и два из них я точно должен вынести точно посадиться дальше хотя бы одно дерево хотя бы одно остальном по обстоятельствам сейчас наверное даже мы будем делать что-то вроде сада ассорти то есть всего по чуть-чуть с таким количеством сердец янтарь у меня прорастет просто мгновенно я даже кыш сказать не успею вообще странное ощущение я вам с должен признаться друзья дело в том что я сейчас представляю себя вот это вот дорвался сады а цвет а мое боя никому не отдам ни капли врагу и так далее очень такое разрывающее безумие богатство да вот честно скажу потому что на самом деле будоражит будоражит честно скажу но с другой стороны это ненадолго как я вообще янтаря посадил три вида три одна пурпура и одна лазури но это просто чтобы взять типа можно с той стороны тоже брать ладно тогда значит стопроцентно мы сажаем одну лазур по возможности забираем одну сирень и стопроцентно один янтарь дальше по обстоятельствам но лазурь я сейчас заберу если найду где-то мой этот куст лазурный но и один бурпур мы все равно будем расти пока так вдруг придет вдруг еще чего в любом случае ну в целом в целом меня все устраивает целом меня все прям радует обязательно сохранится не забыть и друзья сейчас сейчас начинается новая глава но дело в том что между ними мы с вами попадем в одно интересное место это по сути своей воспоминания или сновидение я точно не уверен что именно так вот друзья это место это тот самый верхний предел в которой должны из промежутка из места неполного цвета вырваться сестры во первых здесь есть еще вот такое вот призрачная из цвета во вторых при ну я во первых спешу потому что это место ненадолго во вторых здесь есть вот такие помоечки и я думаю вы узнаете их это реально помойки из мора вот третьих здесь если прислушаться читают стихи это на самом деле стихи антона палча чехова и в голосе цвета разработчиков даже заставили внести антон палча чехова в скажем так в списке в списке разработчиков игры то есть его реально можно встретить в ну в титрах и дело в том что сейчас идя по верхнему пределу который очень узнаваем даже город по сути узнаваем где это происходит мы с вами преследуем вот эту фигуру девушки зовут ее в игре находка кто она что она все это потом есть здесь еще одна пасхалка друзья все прям экскурсом по этим местам вот здесь есть картина картина которую вы можете посмотреть на паузе это картина девушки с с форума с форума разработчиков я где-нибудь выведу ее никнейм сейчас я немножко подзабыл так вот именно это место именно этот предел это и есть недостижимая мечта сестер и действительно согласитесь насколько резко и сильно на контрасте с промежутком ощущается это место насколько ярким насколько красочным она выглядит по сравнению с промежутком но к сожалению мы не можем здесь остаться потому что сейчас это всего лишь сон всего лишь или сон или воспоминания поэтому нам с вами придется снова вернуться промежуток что же друзья я с вами прощаюсь большое вам спасибо за внимание подписывайтесь комментируйте ставьте ваши оценочки рекомендую канал знакомым и до новых встреч всем пока